Вот смотри, сумки, документы, вон валяются до сих пор. Документы, перечень, что здесь лежало. Какие-то капельницы, смотри. Какие-то личные вещи, вот они, лекарства, вот они, все это можно просмотреть. И так оно все и лежит. Посмотрите, никто не трогает, так что связь, потому что это грех, никто за это не возьмется. Все оно лежит, как лежало, тогда так оно все и лежит на месте. It's 80 days since Malaysia Airlines MH17 came down here in the Dunyetsk region, close to Grabava village. The Boeing 777 was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur. Aircraft fragments and personal belongings are still scattered over some 30 square kilometers. Услышали два хлопка. Первый хлопок услышали, мы в Думе были, а второй хлопок уже выскочили, он сильнее был. Крутилось это в воздухе, оно крутилось. Упал ящик серого цвета вправо, влево отлетело что-то с красным. И падали обломки, я уже был за бугром. Самолет, он взорвался и сюда полетел. Самолеты же бомбили нас, мы так приседали, ложились на пол. А это, слышим, летит. Что я слышала? Летит. Бах! И дым черный. Откуда, вот с той стороны повалил. Он летел, но там действительно иллюминаторов не было видно. Ну, на уровне, но самых высоких деревьев было. Через пару минут пошел звук улетающего самолета. Хороший звук улетающего самолета. В ту сторону. Самолетов было два. Скепполь аэпорт, три часа до трагедии. Флайт МХ-17 летит Амстердам для Куала-Лумпур на саду. 283 passengers and 15 crew members board the plane. This video was taken by one of the passengers and shared online just a few minutes before take-off. ...of our boarding and cargo loading. Once again, to ensure that our phones are also on for the flight. Фердас bin Абдул-Рахим was first officer on the Boeing. He was to fly the plane for the first stage of the journey. Фердас МХ-17 летит Амстердам для Куала-Лумпур на саду. Two hours after taking off, the plane entered Ukrainian airspace. В Луганске 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 Зрелище не из приятных, даже находиться тут было тяжело. Ужас, что я тут увидел? Ужас. Когда это все видишь, лучше, как говорится, это и не смотреть, что тут произошло. Там ниже, вдоль дороги, лежала девочка. Дети много было. There were 298 people aboard, including 80 children. They all perished. Most were citizens of the Netherlands. Я же так иду, смотрю, тут город уже полно, вот место, смотрите, вот эта белая. А вот беленькая, да? Да, здесь, да, труп лежал. Там самолета выпавшая? Самолета выпавшая, да. А там, говорят, детки, детки падали где-то. Господи, ну за что ты-то все? Куда ходила, цветочки ставила, свечки легла. Посмотрю, там лежат те тапочки, господи, детские, такие маленькие. Моментами перед тем, в районе города Грабово-виллача, близко к крэш-сайту, видели другого корабля в небе. Я реально слышал два хлопка, как выстрел, как мы уже привыкали, и большой взрыв был. И я поднял, вот когда гул был большой, ну вот я уже слышу, как за движением, и звук же как-то же идет. Гул, а тут, вот над головой, вот еще один гул, еще один гул. Я поднимаю, и смотрю, высоко, маленький военный был, серебряное днище было. Так что был второй, это по-любому, сто процентов был второй самолет. В районе загибили литака, украинская авиация не прачувала. Петер Хайзенко is a German pilot with a long service record. He's flown most modern passenger aircraft in the course of his career. He became interested in the story of the downed Boeing after seeing a photograph taken at the crash site. Петер Хайденко Manch Вот этот белыйованиях That� знают Оминский день Это когда Бога ждёт esse видео И в этом видео можно увидеть, что очень узнанно на пилоте было очень узнанно на пилоте. Это огромное лохо. И это лохо третит именно на пилоте. И это, если вы себе это представляете, я фаззинировал. Это был случай, что я нашел это в интернете, в интернете, в Google-Images. И вот, если я нашел это, я нашел это в полном виде, то он видит его. И вот здесь, что здесь, это вот такие фаззин, примерно, от 30-мм-канона. И вот здесь, что, здесь тоже есть фаззин, но это было еще одно фаззин. Некоторые дни назад, Русская Министерство-Петербурга опубликовала данные, показав, что не слишком позже трагедия, еще одна корабль была обнаружена в районе Малайсии-Боинг, поддерживающие свидетельствующие сообщения украинского jet в небо. Но многие doubted, что СУ-25 может вообще 10.000 метров достигнуть. Ибо это МХ-017 публикаем, то можно увидеть и динствия 7.000 метров. Однако, в этом году, было на самом деле, в европейском и в английском, как в европейском, около 10.000 метров. Это изменилось, в данный момент, и это тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я вам представлю пушку, калибр которой 30 мм, двухствольная. Вот перед вами боекомплект этой пушки, которая сейчас вставляется, то есть самолет снаряжается снарядами. Пушка, скорострельность ее более 2000 выстрелов. Стрельба может вестись с дальности от 2 км и до 300 метров, то есть чтобы не попасть в зону разлета собственных осколков. Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушки, то есть гашетка для стрельбы из пушки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На киле 3 попадания. Также разрушено остекление кабины. Это так называемые входные отверстия. Соответственно, если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось при выходе снаряда. Вот видите, выходное отверстие. Вот выходное отверстие. Вот. 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 Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это что? Это результаты осколков. Продолжение следует... Это были фотографии от фрагментов, которые были найдены на земле, которые показывали различные фрагментации, которые были в зависимости от миссии и фрагментов. Таким образом, лесные исследователи работают на теории. Это изображение на фрагменте. Это фрагменты. Это один изображений, который выглядит как жидкость. На 21 сентября, представители Республики Донецк handed both flight recorders from the downed Boeing over to Malaysian experts. Later, at the request of the Netherlands government, they were sent to the United Kingdom for analysis. Many expected that the crucial last moments of the flight would shed light on what had caused the crash. But on September 9th, the committee issued a brief report, which stated nothing new. The pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders. the simultaneous loss of contact with air traffic control and the aircraft's disappearance from the radar. Under international regulations, an aviation committee should investigate a crash site as soon as possible. It was some time before aviation investigators were able to start work on the crash site. Despite the militia forces suggesting a local ceasefire, it's alleged that the Ukrainian military continue to fire shells into the area. When the investigators go in and they do a bit of work, and then, of course, it is disrupted by the shooting from the side of the Ukrainian army. It's not a probable position before the incident. No, no. It wasn't, when it was When it came to the disaster, it wasn't a time in this territory. It was a military potential. It was a mine or...? No, it is a mining Completion or something like that. It's not a mine. It's not a powerful weapon. То есть, кто-то там накрывать артиллерийским огнем, ну, это вообще не имеет никакого смысла. Это был способ каким образом зачистить следы. Однако, despite the absence of evidence, just hours after the incident, most western media ran with one popular theory. That the Boeing had been shot down by militia forces with an SA-11 GADFLY, NATO's codename for the Bulk Anti-Aircraft Missile. There is no evidence, however, that the self-defense forces even possess such anti-aircraft systems. And concealing the launch of a multi-tonne surface-to-air missile in broad daylight would be extremely difficult. И вот такой вот длинный инверсионный след, который от самой земли до момента встречи с целью проистекает. То есть, если он бы стрелял вертикально, это 10 тысяч метров, а именно на этой дистанции находился самолет. Но поскольку он стреляет, как правило, по гипотенузе, то это примерно около 15 тысяч километров. Вот такой инверсионный след огромный, который в воздухе, я отмечу, при такой метеообстановке... Сколько держится? ...будет находиться до 10 минут. Представьте, чтобы такой инверсионный след не был замечен никем. Обратите внимание на характерные рисунки, которые должны были висеть в воздухе от встречи ЗРК БУК с поражаемым объектом. Около пяти минут такой след висит в небе, ну, уже на пятую минуту уже остатки, но этого достаточно для того, чтобы его увидеть и сфотографировать. International medical experts were unable to reach the scene for several days. The Donetsk self-defense forces had to take care of the bodies. Сводили сюда тела машинами, саживали от труппы в этот рефрижератор, он поддерживал холод, стоял мест на пути, ждал своего, как говорится, часто отправляем, пока свезут все тела. ...все было под контролем, все делалось в быстром режиме, все свозилось, все сюда как можно, а надо было быстрее отправить его, чтобы прошло независимое расследование. The Donetsk's relatives had little opportunity to visit the crash site, but the Donetskys from Australia, whose daughter was a passenger on MH17, were determined to get to the region independently. We have promised our daughter, we will come here, but it actually, as soon as possible, it was a time factor. Yeah, we should have come here the minute it happened, the next day. We are for peace. She was for peace. She is for peace, and she will be forever for peace. Almost everyone in the Netherlands, where most of the MH17 victims were citizens, watched this funeral live on television. News of the Malaysian Boeing destroyed over Ukraine was soon pushed out of the headlines by other international events. Promises to reveal shocking proof of separatist involvement faded away, never to be mentioned again. Meanwhile, wreckage from the 300-ton Boeing 777 remains scattered across the fields, near a small Donetsk village. The Firdaus bin Abdul Rahim was first officer on the Boeing. He was to fly the plane for the first stage of the journey. The Fired Palaisal После того, что я не смогу прийти, я позвоню, и когда я позвоню, они уже подошли. Они уже подошли. Два часа после взаимодействия, корабль украинской области. В Луганске и Донецк Республикс. Nevertheless, air corridors over the region remained open to civil aircraft. Although planes were forbidden to fly below 8,000 meters or 24,000 feet, the Malaysian Boeing was cruising at 10,000 meters and was about to enter Russian airspace. At 16.21 local time, MH17 transmitted its very last position report. Dnepro radar, Malaysian 1-7, flight level 330. Malaysian 1-7, Dnepro radar, good day, radar contact. Malaysian 1-7, yes. Dnepropetrovsk, это Rostov-1. Не могли бы вы дать курс Малайзии до Rostov до точки R-M-D? У нас их здесь три. Для Малайзии 17? Да, мы вернем их обратно к точке D-I-K-N-A. Хорошо. В 17.09 примерно московского времени информация по Олде прошла о том, что воздушное судно в 23 минуты должно войти в нашу зону. Ну, фактически, оно в нашу зону не входило. Украинские диспетчеры вышли уточнить, выходил ли к нам на связь этот рейс, на что получил отрицательный ответ. Соответственно, уточнил, наблюдаем ли мы отметку до этого воздушного судна. Мы ее так же не отмечали, не видели на своих локациях. Ростов, вы видите Малайзию. Она отвечает? Нет, похоже, его цель стала распадаться. ...месенжер-aircraft in the course of his career. He became interested in the story of the downed Boeing after seeing a photograph taken at the crash site. ДИСМЕЙСКОМ Diese Bilder, die habe ich gefunden am Freitagabend gegen 6 Uhr nach diesem Abschuss. Und es war dieses Bild, was mich so, ja speziell dieses Bild von dem Cockpit-Teil, was man sieht, was direkt auf der Kapitänseite des Flugzeugs ist. Und man kann in diesem Bild sehen, Это очень узнавая, что было очень узнаваемо на пилоте. Это огромное лохо. И это лохо третит именно в голове на пилоте. И это, если вы себе это представлены, я был фасзинен, что я это был в этом случае, что я это в интернете, в интернете, в Google-Images, в том числе. И я делаю это в поле, Смотрите, что вы видите в его гензе. И что здесь сразу появляется, что здесь есть удары, около 30-мм канон. И теперь, что интересное, здесь тоже есть удары, но это было бы еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Einige Monate vorher waren derselben Stelle, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version, circa 10.000 Meter. Das ist verändert worden im Vorfeld dieses Absturzes. Und die Sache geht noch weiter. Selbst das Fliegerlexikon, das deutsche, hatte noch bis letzten Monat als Dienstgipfelhöhe vierte Jahr. Und ich kann das nachweisen. Ich habe hier einen Screenshot aus dem Fliegerlexikon vom 01.08.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe uneingeschränkt mit 14.600 Meter angegeben. Und dann habe ich den Screenshot von demselben Provider vom 01.09.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe mit 7.500 Metern angegeben. Und nur noch gesagt, dass die SU-25 im Test 14.600 Meter erreicht hat. Also, da... Девушки отдыхают. 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 Днепропетровский, это Ростов 1. Не могли бы вы дать курс Малайзии до Ростова до точки РНД. У нас их здесь три. Для Малайзии 17? Да, мы вернем их обратно к точке TIKNA. Хорошо. В 17.09 примерно московского времени информация по Олде прошла о том, что воздушное судно в 23 минуты должно войти в нашу зону. Ну, фактически оно в нашу зону не входило. Украинские диспетчеры вышли уточнить, выходил ли к нам на связь. Этот рейс, на что получил отрицательный ответ. Соответственно, уточнил, наблюдаем ли мы отметку под этого воздушного судна. Мы ее так же не отмечали, не видели на своих локациях. Ростов, вы видите Малайзию. Она отвечает? Нет, похоже, его цель стала распадаться. Продолжение следует... Донетская область, который был контролен от Донетской милиции. Это фронт-шоу-сложь. Там был один моккан, который looked like a ягод piece. На день 21 сентября, представители Республики Донетской Республики handed both flight recorders from the downed Boeing over to Malaysian experts. Later, at the request of the Netherlands government, they were sent to the United Kingdom for analysis. Many expected that the crucial last moments of the flight would shed light on what had caused the crash. But on September 9th, the committee issued a brief report which stated nothing new. The pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders, the simultaneous loss of contact with air traffic control and the aircraft's disappearance from the radar. Under international regulations, an aviation committee should investigate a crash site as soon as possible. It was some time before aviation investigators were able to start work on the crash site. Despite the militia forces suggesting a local ceasefire, it's alleged that the Ukrainian military continue to fire shells into the area. When the investigators go in and they do a bit of work, and then, of course, it is disrupted by the shooting from the side of the Ukrainian army. it is not a thing. It is not a thing. No, it is not a thing. When the disaster happened, it was not a thing. It was then a bomb on this territory. It is a mines? No, it is a gas, it is a thing. It is not a mine. It is a powerful thing. There is no police. То есть, кто-то там накрывать артиллерийским огнем, ну, это вообще не имеет никакого смысла. Это был способ каким образом зачистить следы. Однако, despite the absence of evidence, just hours after the incident, most western media ran with one popular theory. That the Boeing had been shot down by militia forces with an SA-11 GADFLY, NATO's code name for the book Antioch. ...посредственностью с миссией и фрагментами. Таким образом, лейтинг-инвестегаторы работают на теории. Это было изображение о фрагменте. Это фрагменты. Это слой. Ум. Мьетк handed both flight recorders from the downed Boeing over to Malaysian experts. Later, at the request of the Netherlands government, they were sent to the United Kingdom for analysis. Many expected that the crucial last moments of the flight would shed light on what had caused the crash. But on September 9th, the committee issued a brief report, which stated nothing new. The pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders, the simultaneous loss of contact with air traffic control and the aircraft's disappearance from the radar. Under international regulations, an aviation committee should investigate a crash site as soon as possible. Естественно, расследователи должны эти обломки были собрать и выложить, как говорят у расследователей, макеты самолета, чтобы иметь четкое представление, откуда, с какой точки было осуществлено вот это внешнее воздействие. It was some time before aviation investigators were able to start work on the crash site. Despite the militia forces suggesting a local ceasefire, it's alleged that the Ukrainian military continued to fire shells into the area. When the investigators go in and they do a bit of work, and then, of course, it is disrupted by the shooting from the side of the Ukrainian army. It's not a war. It's not a war. It's not a war. It was not a war. It was not a war. It's not a war. It was a war. It was a war. It was a war. And we had something to shoot. It was a war. It is a war. Смотрите, какие-то личные вещи, вот они, лекарства, вот они, все это можно просмотреть. И так оно все и лежит. Посмотрите, никто не трогает, так что связь, потому что это грех, никто за это не возьмется. Все оно лежало, как лежало, так оно все и лежит на месте. Это 80 дней после Малейсия Аэрлайн МХ-17 приехал сюда, в Дунетка регион, близко к Грабово-вилляже. The Boeing 777 was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur. Aircraft fragments and personal belongings are still scattered over some 30 square kilometers. Услышали два хлопка. Первый хлопок услышали, мы в Думе были, а второй хлопок уже выскочили. Он сильнее был. Крутилось это в воздухе, оно крутилось. Упал ящик серого цвета вправо, влево отлетело что-то с красным, и падали обломки. Я уже был за бугром, самолет взорвался и сюда полетел. Самолеты же бомбили нас, мы так приседали, ложились на пол. А это слышим, летит. Что я слышала? Летит. Бах! И дым черный. Отпуда, вот с той стороны повалил. Он летел, но там действительно иллюминаторов не было видно. Ну, на уровне, ну, самых высоких деревьев было. Через пару минут пошел звук улетающего самолета. Хороший звук улетающего самолета. В ту сторону. Самолетов было два. Скеппелл Аэпорт, три часа до трагедии. Флайт МХ-17 летит Амстердам для Куала-Лумпур на саду. 283 passengers and 15 crew members board the plane. This video was taken by one of the passengers and shared online just a few minutes before take-off. ...of our boarding and cargo loading. Once again, to ensure that our phones are also on for the flight. Фердас bin Abdul-Rahim was first officer on the Boeing. He was to fly the plane for the first stage of the journey.